В Ребрихе подрядчик барнаульского регуператора контейнеры варит сам. Уже почти 40 штук. Так в компании решили сразу две проблемы. Во-первых, денег на их покупку нет, в тариф не заложено. А во-вторых, контейнерный сбор полностью меняет экономику всего процесса вывоза мусора. И в отличие от бестарного, он удобнее для всех. Вот, допустим, начинается в 8.30 уже машина, вот она подошла к одному дому, в 8.40 уже к другому. Ну, это же ведь очень сложно организовать, правильно? И машина не вечна, и дороги. У нас это деревня. Контейнер подразумевает, в любое время жители вынесли мусор, у нас есть свобода забрать. Себестоимость контейнера 11,5 тысяч, чуть дешевле, чем на рынке. Сушков признается, что развивает производство за счет другого бизнеса. Эта контейнерная площадка в Ребрихе единственная образцово-показательная. Бетонные плиты, бортики, казалось бы, ничего необычного, но 40 тысяч рублей. И опять же, за счет собственных средств рекуператора. По словам подрядчика, он предложил местным властям сделать такую тестовую контейнерную площадку. Судя по всему, людям нравится. Дворника здесь нет, но и мусора, как вы видите, тоже нет. Мусорная реформа в Ребрихинском сейчас действует в шести селах района. Но пока лишь в одном – клочках. Благодаря усилиям главы села введен контейнерный сбор. Емкости стоят каждые 200 метров. По словам властей, люди уже привыкают к новой системе. Больше всех рады пенсионеры. Хотя установка контейнеров тоже шла не беспроблемно. Они эти контейнеры катали неделю. Один туда, один туда. И вот друг к другу это накатали. Я подъехал, я говорю, контейнер будет стоять вот здесь. Допустим, бабушка меня это полностью устраивает. Допустим, то она накапливает вот этот мусор, потом кого-то нанимает, чтобы это вывезли. Сейчас она подошла, выкинула. В сентябре подрядчик-рекуператор планирует зайти во все села Ребрихи. Их почти 30. И увезти район с бестарного сбора. Для этого нужно 3000 контейнеров и деньги на них. Ну вот сейчас вот зависнет в воздухе 1500. Я их просто прекращу делать, если вообще никакой отдачи от них не будет. А сейчас сколько уже потратили? Ну вот они вот 400 с копейками. Здесь. У нас в бюджете средства на это не предусмотрены. Свои средства мы в первую очередь будем расходовать на обустройство именно площадок для размещения контейнеров. Губернаторам принято решение о выделении дополнительных средств на приобретение контейнеров. Мы заявочку тоже будем отправлять. Муниципалитетам края должны выделить 80 миллионов рублей. На покупку контейнеров каждый район получит в среднем по 1 миллиону. А пока же мусорная реформа в сельских территориях идет экономически невыгодным, бестарным способом.